За полигоном полигон. За полигоном полигон военные связисты ТЦВ неустанно совершенствуют свою выучку. Не прошло и месяца, как завершилась КШУ Центр 2019, в ходе которого военным связистам Центрального военного округа пришлось немало потрудиться в поле, решая множество задач по предназначению. Казалось бы, поступай далее по известной пословице, кончил дело гуляй смело. Однако недавно вернувшиеся в пункты постоянной дислокации соединения и части войск связи ТЦВа вновь устремились на полигоны. Буквально на днях военнослужащие дислоцирующихся в Свердловской области двух бригад управления, связи, ТЦВа приняли участие в совместном тактико-специальном учении, воплотив на практике опыт, наработанный в ходе маневра в Центр 2019. По итогам полевых занятий начальник связи заместитель начальника штаба Центрального военного округа по связи полковник Геннадий Тучин так оценивает ситуацию, нам почивать на лаврах просто некогда. Со сказанным не поспоришь. Особенно когда вспоминаешь, что к участию в СКШУ Центр 2019 было привлечено около 128 тысяч военнослужащих вооруженных сил восьми стран, а в единую систему управления оказалось включено 9 общевойсковых полигонов, расположенных в том числе на территориях сопредельных государств. На всех тактических площадках для всех участников маневров требовалась устойчивая и бесперебойная система управления и связи. И она была создана, позволив эффективно управлять войсками трех коалиционных и одной объединенной группировок войск на театре военных действий с огромным пространственным размахом. При этом коалиционный пункт группировки войск был развернут по модульному принципу на базе двух десятков новых автоматизированных подвижных единиц. Это позволило создать единую сеть и нарастить возможности по информационному обмену в полтора раза. Как пояснил полковник Геннадий Тучин, к такому результату войска связицы вошли последовательно в течение всего учебного года. В процессе двух учебных периодов провели порядка 150 мероприятий боевой подготовки, КШУ, профильные ротные и батальонные тактические и тактико-специальные занятия. А еще было участие в конкурсных этапах по выучке подразделений и специалистов войск связи вооруженных сил РФ «Уверенный прием-2019», где, к слову, специалисты ЦВА заняли второе место. Всего, по данным начальника связи ЦВА, в отборочных мероприятиях приняли участие 537 военнослужащих, в том числе впервые женский экипаж войсковых связистов. В череде предшествовавших с КШУ Центр 2019 мероприятий было немало новаций, поясняет полковник Тучин. В первую очередь мы постарались омолодить штат управления связи. В течение года на должностях было замещено более половины офицерского состава. Аналогичным образом реализовали кадровый подход в подчиненных частях и соединениях. Одновременно больше внимания уделили подготовке специалистов и переподготовкивая на служащих по контракту на базе Ульяновского межвидового регионального учебного центра войск связи и Яландского окружного учебного центра подготовки младших специалистов. Не забыли и о студентах потенциальных кандидатах на должности военнослужащих войск связи. Кстати, за шесть последних лет по итогам курса переподготовки в войска было направлено свыше 5000 человек с высшим образованием. Поступающая в войска связица специализированная техника высокотехнологична, поясняет он. Работа на ней требует от обслуживающего персонала приличной профильной подготовки. Причем те специалисты связи, кто непосредственно работает с программными продуктами и информационными системами, должны быть склонными к дальнейшему профессиональному саморазвитию. Процесс оснащения войск связица новыми образцами специализированной техники достаточно динамичен. В течение последних лет в округ поступило свыше 1200 образцов современных цифровых средств коммуникации, в том числе и устройств с режимом отображения видеоинформации. Из них 146 единиц новинки текущего года. По словам полковника Тучина, в ближайшей перспективе доля современных технических изделий и средств связи, стоящих на вооружении войск ЦВА, достигнет 70%. Нельзя не отметить, что среди них есть совершенно уникальные мобильные девайсы. Один из них блестяще выдержал обкатку боем в процессе с КШУ-центр 2019. Речь идет о местной, окружной, разработке мобильного пункта управления. Начальник связи ЦВА рассказывает. На начальном периоде подготовки к СКШУ возникло понимание того, что исходя из замысла учения, объема привлекаемых сил и средств, охвата задействованных территорий нам понадобится такой технических комплекс, который способен не только обеспечить самыми современными услугами связи командующего войсками ЦВА и привлекаемый к маневрам оперативный состав, но и всецело отвечать задачам мобильности с беспрецедентным функционалом быстрого развертывания. В разработке концепта приняли участие командиры передовых соединений связи ЦВА. Из вариантов конкурсных решений был выбран самый лучший. В предложенном проекте мобильного пункта управления МПУ предусматривалась его компоновка на базе двух микроавтобусов с малогабаритными прицепами. Удачно коммутированный комплекс оборудования не требовал на точки затрат времени на развертывание. Работа в эфире и осуществлялась в нескольких режимах. Защищенная видеоконференц-связь, режимная телефонная связь, радиосвязь и передача данных. По сути, весьма успешное сопряжение в одном объеме МПУ группы цифровых средств в связи заменила собой прежнюю автоколонну из грузовых автомобилей связи, оснащенную аналоговой аппаратурой. И самое примечательное, габарит МПУ позволяли беспроблемно осуществлять его переброску на любое операционное направление бортами военно-транспортной авиации. Время на погрузку и швартовку несколько десятков минут. Благодаря этому уникальное изделие обрело путевку в войсковую жизнь с приставкой аэро-аэромобильный пункт управления, АМПУ. Командует пока единственным в вооруженных силах РФ комплектом МПУ выпускник военной академии связи 2019 года лейтенант Георгий Саченко. Молодой офицер в беседе не стал скрыть, что столь успешного старта в самом начале служебной карьеры даже не ожидал. Получив предписание в ЦВА, рассчитывал, что на месте возглавлю обычный взвод связи. Однако у командира части на меня, как видим, были несколько иные виды. Уже с улыбкой вспоминает знаковый для себя день назначения Григорий. Всесторонний уровень академической подготовки лейтенанта Саченко позволил ему в один заход с наставником разобраться в специфике предстоящих задач и технических возможностях эксплуатируемой аппаратуры. После ряда полевых занятий с развертыванием АМПУ на местности и участия в серии практических тренировок личного состава с выходом в эфир лейтенант Исаченко отметил для себя, что к практическим действиям на СКШУ Центр 2019 он готов. Что позже подтвердило само учение. Это был хоть и сложный, но незабываемый опыт, отмечает молодой офицер. По иному и быть не может, поясняет полковник Геннадий Тучин. В составе войск связи нашего округа 100% классных специалистов. Даже личный состав по призыву обязан на хорошо и отлично владеть штатной специализацией. У них в роли наставников опытные военнослужащие по контракту, а также офицеры, среди которых каждый пятый имеет сирийский опыт. Потому и результат достойный. При том, что к участию в СКШУ было привлечено порядка 5000 войсковых связистов, свои задействованы свыше 1500 единиц различных средств связи. На каждом из девяти полигонов в СКШУ были отработаны алгоритмы. Девять автоматизированных систем боевого и небоевого управления. СКШУ развертывалось от 10 до 20 информационных направлений, в том числе средства защищенной видеоконференц-связи, режимные АТС, каналы передачи данных и автоматизированной системы разведки, прямой связи в интересах управления войск ПВО и авиации, вплоть до функционирования электронной системы Алушта и автоматизированной системы паспорт. Такой охват личного состава и средств войсковой связи, по словам полковника Тучина, в масштабе одного СКШУ происходил впервые. Зато, тут же отмечает начальник связи ЦВА, из СКШУ Центр 2019 мы вынесли для себя ряд моментов, важных для культивируемого курса боевой подготовки наших специалистов. Один из них работа в условиях взаимодействия на основе модульного принципа. Если раньше пункт управления представлял собой три равноудаленные от рабочих места оперативного состава группы, боевого управления, узлов связи и обеспечения, то теперь все они были интегрированы в объеме единого модульного принципа. Не стоит быть правицем, чтобы предположить, что выявленные в процессе СКШУ передовые наработки обязательно найдут свое место в программе боевой подготовки связистов ЦВА. Впрочем, уже нашли. Чуть раньше вышеупомянутого совместного тактика специального учения ЦУ, двух бригад управления, связи, ЦВА там же, на Свердловском полигоне военнослужащие бригады управления ЦВА в ходе ЦУПА управлению войсками успешно отработали этап развертывания тех самых модульных пунктов связи, в состав которых по образцу участия в СКШУ Центр 2019 были введены новейшие комплексы связи автоматизированной подвижной единицы, АПИ-5, предназначенные для автоматизации управления и обмена данными с руководящим составом соединений и частей в полевых условиях. Их применение позволило связистам ЦВА сократить время практического развертывания в два раза, исключив из процесса подвоз дополнительных элементов рабочих мест, компьютеров и этап прокладки локальной сети. Юрий Белоусов, Красная Звезда